Схема построения управления. То есть мы отсюда должны идти и в первую очередь обязательно выделение в первом импульсе восприятия области макрорегулирования. То есть занимаясь любыми управлениями в любое время, например сейчас, по новым книгам, мы обязательно должны в первом импульсе восприятия выделять эту область макрорегулирования. Я хочу сравнить это, например, с чтением молитв. Когда человек хочет прочесть какую-то молитву, он как бы должен сделать тоже предуправление. Григорий Петрович говорит, мы делаем предуправление, то есть мы готовимся к тому событию, которое должно впереди у нас состояться. Так вот, в православных молитвах при чтении какой-то молитвы обязательно читаются предначинательные молитвы. Также в любом управлении, которое человек производит, которое управление сделает, он готовится к этому управлению. То есть у него должно быть предуправление. То есть мы должны создать такой духовный настрой, что управление, которое вы осуществляете в следующем шаге, оно вам уже сейчас понятно. Ну и продолжим изучение данного семинара.